Обсудили на еженедельном совещании вопросы проведения экологических субботников республики, а также ход строительства спортивных объектов. После таяния снега наши города и села выглядят не лучшим образом, поэтому апрель – традиционный месяц по уборке территорий. Особое внимание частоте на улицах столицы. В течение этой недели, подчеркнул глава Чебоксар Леонид Черкесов, город будет убран. Такие сроки ставят себе и в других муниципалитетах республики. Как один из самых спортивных регионов, Чувашия получит федеральную поддержку на развитие физкультуры и спорта. Республике выделено 18 миллионов рублей на закупку комплектов спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ Олимпийского резерва и училищ Олимпийского резерва. Сейчас в столице республики строятся четыре спортивных объекта – центры по биатлону, маунтинбайку, спортивная школа по настольному теннису и стрельбе из лука и физкультурно-оздоровительный комплекс по Игерскому бульвару. Все они должны быть заданы в эксплуатацию в этом году. Центр по маунтинбайку планируется открыть уже в день республики. Учитывая его площади, Михаил Игнатьев рекомендовал разместить там тренировочные площадки для занятий художественной гимнастикой, аэробикой и фитнесом. Возникли сложности с финансированием строительства двух объектов – физкультурно-оздоровительного комплекса по Игерскому бульвару, где разместится спортивная школа по боксу и бассейн, и спортивная школа по настольному теннису и стрельбе из лука, находящаяся по адресу улицы Мечена Павлова. Есть сложности с финансированием объекта, который идет по «Единой России», это теннисная школа. Сегодня там тоже подрядчик вышел на хороший режим работы, завершается монтаж конструкции, соответственно. Но финансирование тоже в недостаточном объекте. Из четырех объектов самые стоимостные отношения – это центр «Малтенбайк», оригинальный центр, центр по биатлону, там освещаемая трасса должна быть, 3 километра у нас все будет. Все это для горожан. Но где у нас средств не хватает, то, может быть, надо оценить и оттянуть по срокам ввода, может быть, там на конец года или в начале следующего года. Вот не надо идти по такому методу, любой ценой давайте введем эксплуатацию. Я понимаю, бассейн он нужен, все это нужно, никаких вопросов нет. Все то, что делаем, горожанам делаем.